К нам присоединяется сейчас военный летчик-инструктор, полковник вооруженных сил Украины в запасе Роман Светан. Роман Григорьевич, приветствуем вас. Здравствуйте. Приветствую. Роман Григорьевич, помогите, пожалуйста, понять, насколько серьезной является угроза иранских беспилотников, которые уже появились на вооружении у российских оккупационных войск. Все эти беспилотники, они примерно однотипные, односкоростные, малоскоростные, маломаневренные. Это цели довольно-таки неплохие для нашей ПВО. Мы уже научились их различать и сбиваем довольно-таки успешно. Примерно это цели такого же плана, как и российские беспилотники. Орланы десятые, уровень примерно такой же, потому никаких проблем для нашей ПВО эти беспилотники не представляют. Понятно, есть определенные поражающие моменты в этих беспилотниках. Они выполняют задачу и боевую, и разведывательную в том числе. Они усилили, в чем-то усилили российские войска в режиме проведения определенных задач, особенно по разведке. Но, тем не менее, наши войска их отминусывают. То, что уже определено, что это иранские беспилотники, именно иранского производства, даже пропущенные через россиян в виде крупноузловой сборки. То, что на них нанесен логотип «Герань-2» или еще какой-то логотип, говорит о том, что они как-то пытаются скрыть производство этих беспилотников, страну производства. Мы все прекрасно понимаем, откуда она. Я думаю, Иран будет внесен третьей страной в те репарационные моменты, те репарационные иски, которые сейчас украинская власть будет готовить к двум странам, к России, Белоруссии. Третий пойдет Иран. Как вы считаете, Израиль может вмешаться в ситуацию? Дело в том, что отношения между Ираном и Израилем, мягко говоря, напряженные. А уж если речь идет о том, что Иран начал поставлять вооружение каким-то государствам, которые сегодня представляют серьезную угрозу безопасности, например, Украины, возможно, Израиль каким-то образом вмешается. Вы как считаете? Ну, Израиль в течение всей этой войны ведет себя немножко неадекватно. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно, а израильтяне хотят сидеть еще и на трех стульях. Но такого не получается. Сейчас мир черно-белый. Пока Израиль на черной стороне. И это прекрасно видно. Подвигнет ли израильтян действия Ирана по передаче этих беспилотников? Ну, сложно сказать. Максимум, что они смогут по каким-то закрытым каналам передать нам информацию, связанную с каким-то моментом в борьбе с этими дронами. Так как они прекрасно знают их, естественно, раньше они с ними у себя встречались или там на каких-то полях сражениях, где они участвуют. Единственное, что могут передать, либо какую-то информацию, либо, может быть, какие-то средства борьбы с этими дронами. Но за последние полугода израильтяне не сделало этого практически ни разу. А насколько я знаю, еще и ставили палки в колеса для передачи нам той техники, которую, в принципе, могла бы нам передать Европа. Но там израильтяне как-то участвовали в реставрировании, в режиме увеличения каких-то боевых качеств этой техники. В авионике участвовали, они не дали передать европейским странам нам определенную технику. Я не думаю, что израильтяне как-то вмешаются и на данный момент. Ну, пока предоставляют гуманитарную помощь, пока организовывают полевые госпитали. Спасибо им за это, конечно, да. За это спасибо. Не то, чтобы бездействуют, не то, чтобы занимают какую-либо пророссийскую позицию. Просто нейтралитет, он действительно вызывает очень много вопросов. В данном случае ни о каком нейтралитете уже, наверное, речи не может идти. Все уже черно-белое, давно черно-белое. Именно. Да. Роман Григорьевич, скажите, пожалуйста, как развивается ситуация сейчас на местах? Множество информации поступает. Частично эта информация может не соответствовать действительности, поскольку это либо тактически, либо стратегически важная информация о том, где контрнаступление происходит и о каких успехах, или каких успехов добились украинские военнослужащие. О чем можно сообщать? Где следует сейчас акцентировать внимание? Вся линия фронта чуть больше тысячи километров. Ясно, явно видно четыре участка фронта. На всех четырех участках разные степени боевых действий и того поражения, которое производит в сторону. Четыре участка. Первый – это Херсон. Херсонская область, правобережье. Не Херсонская область, а правобережье Украины. Второй участок, так называемый Запорожский, это между Запорожьем и Донецком. Третий участок – это Донецкий, от Донецка до Северска. На карте это очень хорошо видно. Но еще раз повторюсь, первый участок – это правее Днепра. Это практически готовый котел для российских войск, правобережье Днепра, Херсонская область. Чуть левее, выше, да. Да-да-да, вот он Херсон. Вот здесь, давайте сразу, да, и я буду рассказывать, чтобы потом еще раз не возвращаться. Вот тут очень хорошо видно. Правобережье Днепра – это полигон практически для использования нашей техники, нашей арты, нашего боевого применения по российским войскам. Уйти с этого правобережья они уже не могут, Херсон, да. Выйти не могут, мосты разбиты, все переправы, которые они наводят, также разбиваются. И, в принципе, уйти смогут, если не смогут, только пешим ходом, уже без техники. В ближайшее время, ну, неделями можно исчислять, может быть, месяц, и эта группировка будет правобережная, будет уничтожена. Сейчас явно видно на этой группировке, если чуть увеличить карту, будет прекрасно видно, тело правобережной группировки. Вклинились два выступа, которые сейчас расширяют, два плацдарма, которые расширяют украинские войска. Один плацдарм южнее Давыда Уброда в направлении на Береслав, и второй плацдарм южнее Снегиревки в направлении на Антоновский мост, вернее, Херсона. То есть эти два выступа после выполнения определенных тактических задач, они будут расширены. И, скорее всего, что правобережная группировка, если она не успеет убежать, как это было в Изюме, то она будет рассечена на три части и дальше уничтожена. Прижаток к Днепру и Каховскому водохранилищу и уничтожена. Это то, что касается Херсонской группировки. Южный фронт между Запорожьем и Донецком. Там в основном знакопеременные задачи выполняются. Наши войска выполняют задачи контрнаступления и активной обороны. И, в принципе, можно сказать, что этот фронт пока застыл. И с украинской стороны, и с российской стороны никаких наступательных больших действий не производится. На Донецком фронте несколько точек есть, которые активны сейчас сам Донецк. Это точки Маринка, Красногоровка, Пьерске, Авдеевка. Там российские войска пытаются отъединить нашу линию обороны, для того чтобы мы не смогли обстреливать сам город. Насколько активно там развиваются события? Я так понимаю, что далеко не вся информация поступает сразу же. И, наверное, правильно, что эта информация поступает сразу же. Но также объемы информации, например, по сравнению с контрнаступательной операцией, которая в Харьковской области происходила, объемы информации, которая поступает, значительно меньше. Это потому, что меньше действий происходит, или их динамичность значительно ниже, чем за предыдущий месяц. В районе Донецка динамика примерно одна и та же. Если есть движение, знакопеременная в одну и другую сторону, по полкилометра по километру, нет смысла его. Это будни, войсковые будни, так называемые. Одни позиции оставляются, другие занимаются. На следующий день обратный процесс происходит. И в районе Донецка происходят вот такие знакопеременные движения. Они действительно мощные, там идут обстрелы с двух сторон, артиллерийские дуэли. Но сама линия фронта, как таковая, не двигается. Общая линия фронта не двигается. Не получается у россиян отодвинуть наши войска от Донецка. Есть, вот с желтым это хорошо видно, допустим, есть определенные движения россиян. Но они потом купируются. Это в один день такая карта, в другой день она чуть меньше. В третий день опять. Ну вот это вот движение плюс-минус 3-5 километров происходит практически каждый день. В зависимости от того насыщения фронта, фронта боевыми возможностями, как таковыми. Второй участок Донецкого фронта это район Бахмута. В районе Бахмута идет постоянное давление российских войск на нашу бахмутскую группировку. Со стороны в основном Горловки и Попасной. Но он происходит уже несколько месяцев. Примерно с таким же знакопеременным успехом. Сейчас регион, где происходят бои, это, можно сказать, окраины Бахмута плюсом 10 километров до Бахмута и в некоторых местах на окраине самого города Бахмута. А вот северская группировка, это севернее Бахмута и северо-восточнее, там украинские войска производят наступательные действия в сторону Лисичанска. Причем с такой же примерно динамикой. По километру, по три, по пять в день фронт движется в сторону Лисичанска. И сейчас можно говорить, что идут бои уже за сам Лисичанский, Лисичанский и нефтоперерозбатывающий завод. Это третий фронт. Ну и четвертый, тот, который недавно нарисовался. Этот фронт, это Луганский, так называемый фронт, от Лимана до Валуек через Сватово. Лиман-Сватово-Валуек, примерно линия фронта. Его с двух сторон пытаются взять в клещи наши войска со стороны Лимана. Идет сейчас, проводятся реальные хорошие боевые действия со стороны украинских войск, как мы Лиман берем в полуокружение. И дальше со стороны Лимана есть планирование выхода во фланг Сватовскому плацдарму, Сватовской группировке со стороны Рубежного. И если будет стоять задача и будут силы средства в достаточном количестве, то на Сватово пойдут еще и украинские войска со стороны Купенска. Поэтому взять в клещи Сватово со стороны Лимана и Купенска, это будет выполнено на отличная работа для украинских войск. Но, опять же, согласно задаче глава Главкома и силы средств, которые будут задействованы на этой территории. Роман Григорьевич, еще хочется у вас спросить о том, вот в России объявлена так называемая частичная мобилизация, планируется взять 300 тысяч мобилизировать россиян. Уже есть информация, что 300 – это не предел, 1,2 миллиона запланировано. Каким образом эта частичная мобилизация отразится на ситуации на фронте? По вашему мнению? Ну, это не так. Исходя из тех задач, которые были поставлены, это не совсем мобилизация таковая. Это больше похоже на сборы резервистов боевыми стрельбами. В свое время в Советском Союзе это называли сборы партизан. Потому что не объявлено военное положение. Если военное положение не объявлено, то сказать о том, что это полная мобилизация нельзя, хотя под этот закон могут собрать весь моборесурс России, а он около 15 миллионов. Но это просто количество голов, это количество, это то стадо баранов, которое, в принципе, можно, по крайней мере, можно им раздать по весу. Но из этого стада баранов сделать воинов, для этого надо время. Хорошего штурмовика готовить надо как минимум полгода, то и год. Летчика 10 лет. И вот в зависимости от задач это время растягивается. Этого времени, естественно, нет. Потому, скорее всего, что россияне сейчас просто из-за безысходности, им просто деваться некуда, так как фронт в тысячу километров удержать теми силами, которые у них сейчас есть, невозможно. Потому что, естественно, сейчас он будет сыпаться где-то в двух-трех местах как минимум. И они хотят эти разрывы фронта залепить простым мясом с автоматами. То есть это движение, с одной стороны, с военной точки зрения, в данном этапе, может быть, на данном этапе, может быть, правильное, потому что, действительно, деваться им некуда, им придется телами закрывать бреши фронта. Но больших проблем для украинских войск оно точно не принесет, так как это немотивированные, неготовые, непрофессиональные кадры. Их вообще кадрами пока назвать нельзя. Кадрами они станут, может, только через полгода и то боев, если доживут, естественно. Потому ни первая, ни вторая, ни третья волна для украинских войск не принесет никаких проблем. Ну а за это время, я думаю, даже до третьей волны можем не дождаться третьей волны. Почему? Потому что уже буквально на второй день после объявления мобилизации, в лобках мобилизации, начались определенные центробежные движения в самой России по ее развалу. Кадыров первый выступил и отказался выполнять указ по мобилизации. То есть кадыровцев мы не увидим мобилизированными. А это уже полный отказ от выполнения указов федеральных властей местной властью говорит о том, что начались центробежные, работать центробежные силы. Причем это те силы, которые действительно могут разводить Россию. Это не низы. Низы никогда не поднимались. Это стадо баранов, оно никогда не поднимется. Та прослойка людей, которые думают в России, она очень маленькая, их очень мало, и они уже успели выехать из России. А то стадо баранов, оно никогда не поднимется. Но могут подняться пастухи. Пастухи, которые это стадо баранов по загонам пасут. То есть вот один из пастухов, это Кадыров, Кадырии своей. Где-то есть еще такие пастухи, где-то каких-то других, в Татарстане, Башкортостане и разных остальных станок. И в принципе вот эти пастухи, они уже могут начать развалять Россию. Первый начал Кадыров, буквально на второй день после указа. Поэтому я не думаю, что это даже третья волна будет у нас на фронте. И я не думаю, что она принесет какие-то проблемы нашим украинским войскам. Где-то активизировались, где-то интенсифицировались те процессы, которые помогут Украине победить. Спасибо большое. Спасибо. Роман Григорьевич Светан, военный летчик, инструктор, полковник ВСУ в запасе, был с нами на прямой связи.